Дарк Сол 2 Дарк Сол 2 Дарк Сол 2 Мы всегда можем успеть найти деньги, поверьте мне, для оружия. Всегда. Ага, ага. 50 тысяч потратили все на это чудо. А, да, нам нужно, короче, во-первых, сделать апгрейд. Потом еще у нас есть осколки фляги. Давай быстрее, так. Улучшить, улучшить. Ага. Кстати, апгрейд фляги, я уже говорил, по-моему, что он настолько минимальный, миниатюрный. Точно, я не помню, по-моему, там увеличивается на реген 50 хп. Представляете? Или, вот, раньше у вас количество регенилось, или теперь у вас регенится количество плюс 50 хп. Огромное преимущество. Все, давайте-то бегаем в помойку, там, в принципе, нам недолго надо будет. Самое главное идти до туда. Ой. А кто-то забыл колечко одеть, а? Кто же это? Поднимите руку. Вот видите, сколько у меня осталось. Потому что я снял шмот. Ну, может быть, еще потому что хп стало побольше немного. А вот интересно, без кольца бы я погиб, скорее всего, я погиб бы. Не люблю, конечно же, я прыгать в этом месте. Очень не люблю. Опа. Вот, да, здесь мы два раза выпиваем, и все, в принципе, мы сделали свое дело. Угу, что у нас здесь? Ядовитый мох. Ядовитый мох нам нужен будет в любом случае, потому что там будут потом локации интересные. Все хорошо. Будут локации, где много-много яда и много плюшек. А чтобы отбирать плюшки, нужно будет бегать в яде. Бегать в яде. Новая формулировка. Ну что ж, пошли-то. Пока нам не нужен прыжок, сейчас будут крысы. Кстати, скорее всего, на нас кто-нибудь нападет. Заметьте. Именно поэтому мы временно вторгимся. Ну, вступим в комменант крыс. Временно. По-любому кто-нибудь нападет, я уверен, 100%. А мы... Это... ПВП вообще не готовы. Вообще, даже не собирались готовиться. Ну, я готов, если что. Давайте. Вот у нас есть зомбак. Убиваем свиней. Так. Если что, нас потом кто-нибудь призовет. Гладкий шоковистый камушек пойдет так. Вот этот вот мы не будем активировать, а камень, да? Лучше активировать вот этот. Опустится мозг. Ну, давайте так мы и сделаем, правильно? Зачем откладывать? Что вот этот делать, я не помню. Но я помню, что он холостой точно. То есть здесь есть секретки, которые что-то делают, а есть просто холостые. Сейчас еще крысы нападут где-то откуда-то. Сверху, по-моему. А, нет. Здесь, а. Ну, ладно. Шепот течаяния. Так, там дальше мост. Опа. Опа. Ну. Еще я заметил, что здесь иногда появляется красный дух, бот. Но я вот пока не знаю, когда он появляется и почему появляется и не появляется. Скорее всего, сейчас он появится. Когда мы поднимемся наверх, он может появиться. Поднимемся, мы идем сюда. Идем сюда, чтобы убить всех свиней, крыс. Ну, это крысы, да. Странно, даже никто нас не вызывает. Никто даже не защищает территорию. Вот они. Давайте ко мне, ко мне. Вот эти камни тоже не нужно активировать, секретки. Ой, ой. Ой, как у вас много-то. Потому что, видите, когда вы активируете эту секретку, да, то из этой крысы просто польется смесь. Жидкость, которая разъедает доспехи, и все. Это нужно, в первую очередь, чтобы бороться с теми, кто сюда вторгается. Ну, это уж другая история, я не буду рассказывать про каминант. Вот видите, почему-то красного духа нету, я не понимаю, почему. То есть, это каждый раз рандомно. Это не за НГ плюс, сто процентов нет, я не про это говорю. Вот нам нужно идти в помойку, да, и из-за этого нам придется убивать босса. Конечно, это минусы. Ну, собственно, что? Так, они бьют... По-моему, они бьют даже не ядом, они бьют окаменением. У нас нету ничего против окаменения, правильно? По-моему, они бьют и ядом, и окаменением, поэтому мы сделаем так. Вот так вот. Увеличили, так, ну и все, пойдемте попробуем, что же. Я надеюсь, что-нибудь получится. Кольцо у нас стоит, все отлично. Здесь больше ничего полезного нету. Так-а-така. Все, нам нужно убить крысу, чтобы я прошел нужное нам место. Такое, не то, что прям самый... Блин, я забыл поставить ножички, да? Нет, не забыл. Заметьте, кстати, крыс сейчас убивать не обязательно. Смысла, в принципе, в этом нет. Потому что босс, он появляется именно через время, да? Не важно, сколько там крыс вы убьете, одну или пятьдесят. Он появляется всегда через время. Лучше всего делать так. То есть мы маним всех крыс в одно место сюда, вот. Когда босс появится, он упадет в этом месте один, в соло. Тогда я подбегу и поймаю его на автоприцел, да? И тогда уже в идеале стараться убить его ножичками. Это босс несложно. Его можно пройти или с первого рада, или со второго. Можно пройти. Так, ну давайте, давай, давай, давай. Появляйся, босс. Босс. Самое главное, чтобы я потом мог пройти через этих свиней. Видите, проблематично будет. Да, они не бьют ядом, заметьте. Правильно я говорил, они бьют окаменение. Сейчас я чувствую, он должен появиться. Да дай пройти. Давай, давай, давай. Ну? Неужто ли я не прав был, или их надо убивать? Мне кажется, нет. Наверное, все-таки да. Ну давайте будем убивать. Просто я уже не помню. По-моему, раньше он должен был выпадать по времени. Хорошо, давайте тогда будем убивать. Может быть, все-таки я ошибся, он выпадает не по времени, а по количеству убитых свиней. Ну, этих, крыс. Это у нас не свиньи, это у нас крысы. Когда вот эта шкала заполнится, да, окаменение, то мы сразу умрём, мгновенно просто. Осторожно. Ой, как больно-то. Хорошо, теперь я буду знать теперь точно, да, что нужно реально именно определённое количество убивать. Хотя до этого я думал по времени. Ну ладно, ничего страшного, при этом не произошло. Тогда вот просто майнинг себе сюда их, да, все. Убиваем по одной. Они, само собой, бесконечные. То есть они будут появляться определённое количество крыс. То есть максимум набирается и всё, и новые не появляются. Завида, нас бьют. Нас бьют, а мы крепчаем. Давай, появляйся же. Там ещё босса убивает. Вот он, вот он. Всё, поймал на цель. Так, осторожненько. И вот такими темпами стараемся что-нибудь сделать. Стараемся убить его. Как по мне, самый оптимальный вариант, если вы хотите ещё умирать. Ой, блин, как же много-то у вас здесь, а. Давай, уходим, уходим. Осторожно, осторожно. Много свиней, много. Раз. Всё, мимо, видите, да, я попадаю в этих мутантов. Давай, раз. Осторожненько, осторожненько. Переманиваем, переманиваем. Всё, уходим, уходим отсюда. Давай, давай. О, как больно-то, а. Видите, как бегут, бегут прям. Ещё немножечко, ещё немножечко. Давай, ещё удар. Ах ты, дефа идти, дай его. На! Изи, короче. Всё, дальше они убегают. Мы можем просто побить их. Блин. Сейчас я авто прицел сниму. Нет, не можем мы их побить. Я не знаю, что он делает. Что это такое вообще? Что это такое? Что это? У меня же оружие в руках. О, Господи, Иисусе. Какой-то баг был, видимо. Ладно, всё. Убили мы, наконец-то, крысу. Это был, по-моему, командир крыс? Я не просмотрел название. А вот самое главное. Да, в ступе мы всегда сможем сомнить Ковенант. Тем более, у нас сейчас Ковенант вообще бесполезный абсолютно. Никто нам ни разу на помощь не приходил. Кстати, вот именно в этом Ковенанте мы и фармим камени Фароса. Здесь можно их фармить бесконечно. Надо просто убивать людишек и всё. Сейчас я, наверное, не буду фармить ничего. Да, у нас есть два камня. Давайте сейчас мы ещё... Или подождите. Или мы этот мост открывать не будем. Там, по-моему, ничего нет. Это то же самое мост. Заметьте, мы ступили в Ковенант, да? В Крысины. Теперь нас крысы трогать не будут вообще никак. Да, это то же самое мост. Смысл вообще никого нет. Так что здесь больше нечего активировать. Всё, идём дальше. Я, скорее всего, буду состоять Ковенант и Синие Стражи. Ну, здесь я тоже буду, чтобы фармить камни потом. Ну, это будет потом. Всё, мы выполнили свою миссию. А, давайте ему дадим хвост. Потому что нам хвост не нужен. Вот и всё. Крысиный хвост дадим ему. Обычный каменант. То есть мы... Когда кто-то вторгается сюда, да? Мы вызываем его к себе в мир, да? Духом. Фантомом. И мы его убиваем. Нам дают за это камень Фароса. И крысиный хвост. Мы отдаём только ему крысиные хвосты. Больше их некуда девать. Повышаем свой уровень. Там, первый, второй... Как же называется это? А, ранг. Вот, повышаем свой ранг. Нам дают за это призы за каждый ранг. Что у нас здесь? Это... Ерунда. Ну, так, здесь средненько. То есть одна ерунда. Обычный пот у нас есть. Повышаем ранги. Он дает там всякие плюшки, кольца и так далее. Вот здесь лучше всего одеть, кстати, наше крутое колечко. Крышка Амифароса. И заметьте, когда мы здесь будем бегать, нас уже не смогут убивать, да? Которые состоят в этом каменанте. Потому что мы тоже состоим в нем. Так что мы на этой локации можем спокойно бегать. Но локация очень маленькая. Здесь смысла никого нету бегать. Смысл только один. И заметьте, кольцо работает только в этой локации. То есть больше нигде наработать не будет. Вас больше призывать никто не будет. То есть вы не сможете призывать. Просто приходите в эту локацию. Молодец. Эх, да. Ну, это норма. Абсолютная норма. Приходите в эту локацию. Кто-нибудь в нее торгается. Вы его с теми призываете и убиваете. Итак, фармите. Давайте сейчас быстренько кольцо починим. Старался, видели. Старался не упасть. Но само собой упал. Тем более у нас еще 16 тысяч душ, да. Починить оружие. Колечко на пальчик. Вот когда одно кольцо, то уже очень хорошо, да. Ну, когда два кольца и три, то еще лучше, конечно. Поэтому нужно еще кольца искать. Вот они, самые крутые доспехи. Самые крутые и самые медленные. Если я соберу свой сет, да, у меня будет такая скорость. Мгновение просто. Тем более, когда я прокачаю адаптацию. Заметьте, у меня кольцо кошки вообще не помогло. Надо его выкинуть. Ладно, я пошутил. Как же так-то, а? Стараешься не упасть и падаешь. Поэтому не нужно стараться. Просто прыгайте, как попало. Так, здесь у нас, ага, здесь у нас мостик. Вау! Так, ну-ка, подождите. А если мы сделаем таким образом? Это мы уберем, а поставим сюда красивый череп. Вот внизу, да, у нас змейка. Не змейка, а ящерица. Вот ее бы... Ее лучше всего убивать в прыжке. Молодец. Ну, почти. Горит плюха. Беги туда, идиота, кусок. Вы видите, что происходит. Все, плюхи больше нет. Жалко, не получилось. Ну, ничего страшного не произошло. Да, мы в любой момент можем опять вернуться. Это не проблема. Так, угольная смола, в принципе, пойдет. Тем более, мы сейчас скоро уже найдем здесь костерчик. В любом случае, я вернусь, само собой. Там нужно подобрать сундук. Еще надо плюшку одну подобрать. И убить ящериц. Придумываем, как ее убить. Там, если мы придем туда, там будет лежать скелет, по-моему. Давай, давай, беги, беги. Попробуй бежать. Нет. Скелет с другой стороны. А наш, мы идем в другую сторону. Вот, большой минус, когда ты в воде. Конечно, тяжело. Очень бегать, драться. Очень тяжело. Сколько здесь трупов много. Как можно умереть от этих легких мутантов? Ну, вот я вам показал прикол, да, с этим черепом. Вы кидаете череп, и они все бегут на него. Но, само собой, они должны быть к нему поближе. То есть, вы видели, что один среагировал, а вот эти вот дальние нет. Хотя, конечно же, просто их легче убить. Это, в принципе, несложный противник. Надо просто вовремя реагировать. Я здесь колесо, короче, пока оставлю. Сейчас я хочу попрыгать. Где-то здесь еще плюшки есть. Две штуки, по-моему. Вот она, первая. Человеческая фигурка. Где-то еще там плюшка была, я помню. Это же, по-моему, сундук был, нет? Ой, блин, а ты так быстро спускаешь слишком? Вот, а, все, вот плюшка. Самый свет жизни. Ну, с коричком нам бояться абсолютно нечего. Вот она. Вау! Ага. А здесь сундук еще будет, да? Да, он будет в самом низу потом. Я думаю, что мы лучше слезем, наверное. Хотя можно было абсолютно спокойно спрыгнуть. Вот сундучок. Окей. Проверяем. Всегда проверяем, чтобы не было мимика. Что у нас здесь? Знак злобы. Потом посмотрим, что это такое. Ну, я помню, это тоже для сетевой игры. Я его ни разу не использовал. Потому что я всегда играл за хорошего. Так сказать. У меня был знак верности. Ну, потом мы в любом случае будем использовать. Я обещаю. Будем вторгаться в чужие миры. Вот она, помойка, да? Помойка, помойка, помойка. Это нужно сделать главное наше дело. Ну, и не забываем про мох. Хотя, здесь его лучше не использовать. Потому что мох нам очень сильно нужен будет в другой локации. Провалимся? Провалимся. Я хочу провалиться. Помогите мне. Все. Это было абсолютно по сценарию. Теперь нам нужно найти кое-что очень важное. Для этого мы делаем так. У нас кольцо есть. И прямо сейчас я хочу прямо в этом выпуске найти. У нас еще время есть. Это хорошо. Зажигаем фарк и упадем. У нас будет только одна рука. То есть у нас атака будет не такая сильная. По пути мы будем зажигать все три светильники. Потому что я потом сюда... Блин. А. Нормально. Я думал она провалилась. Бывает, проваливается через эти щелки. Потом я сюда вернусь, да? И дофармлю до конца. Нифига у меня атака никчемная. Смотрите. Мне будет тяжело, конечно, убивать собаку. Ну ладно, что поделать. Кстати. Очень важно это фармить этих крипов, да? Эти полы. Потому что у них может выпадать, во-первых, шлем. Который увеличивает шанс найти предмет. И, во-вторых, это курточка, да? Не помню, как называется. Ну, ну... Короче, на тело. Туловище, вот. Выпадает у них туловище. Он тоже увеличивает шанс найти предмет. Это очень важно. То есть, рано или поздно, я думаю, вам придется это все равно нафармить. Так же нам нужно будет кольцо, которое увеличивает шанс. Но пока у нас его нет. Что ж. Ненавижу все. Че? 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 Ну, просто Рэмбо. Понимаете, это просто Рэмбо. Кстати, еще очень важное, да? Эти крипы, они очень слабые. То есть, если было бы нормальное оружие, я бы спокойно убивал с одного удара. Но у них, да, есть... Если у них есть в руках оружие, там, мечи, дубинки, то они очень сильно бьют. Запомните. Если он просто бьет, идет кулаками, да? То это не страшно. Но если у него что-то в руках... О! Теперь мы видим это место. Здесь много статуй. Что же там за место? Там находятся двери. Там самый сильный сет в игре. Именно сет по физической защите. Но он очень тяжелый, само собой. Но если собираться в танк, вам нужно туда. Я потом обязательно покажу, как найти ключ. Там нужен ключ, кстати, да. То есть, сейчас туда идти смысла даже не пробовать. Вам нужен ключ сначала. Окей, опять вот эти вот плющиеся. Я вам плюну сейчас. Сейчас я зажигаю светильники. Именно на будущее. Вот. Я говорил, да, что будут локации, где нужен факел. Она перед вами. Грубо говоря, это единственная локация, где нужен факел. Сейчас будет собака. Да. Ох, как же я не люблю собак в этой игре. Что же нам придумали? Можно прочитать молитву Богородицу. Ладно, пробуем это так. Там будет сейчас один зомби. Зомби. Зомби, я сказал. Офигеть, вы видели? Тут казалось бы, она даже меня не ударила. ХП от него. Сначала мы убьем зомби. Собака сюда не дойдет. А зомби дойдет, он наглый. Ну давай, иди. Что ж такое? Что вы делаете? Или собака сюда дойдет? Нет, не дойдет. Ага. Не дойдет. Давайте попробуем ее убить. Ненавижу ее. Неприятная вообще. Враг очень неприятный. Именно сейчас для нас. Она меня пугает. Я думаю, сэкономим. Вот так вот. Это не единственная собака. Нам по пути еще нужно будет убить. Минимум две. Опа. Опа. Кого ты руку-то поднял? На батьку? Нам сейчас нужно будет найти второй костер. И мы уже сделаем важную вещь. Найдем ветку. Блогу. Туда прыгать нет смысла? Мы там были только что. Тихо, тихо. Видите, они тоже само собой поднимаются по лестницам. Что-то как-то вообще скромно у них выпадает. Так, что там сейчас светится. А, ну вот, видите, да? Я говорил про это. Смотрите. Видели? У него выпал шмот, и он упал через потолок и через подвал. Не подвал, а пол. Хе-хе, подвал. Ударь меня, ударь. Будь мужиком. Эх, не получилось. Ну ладно. Я просто смотрел не туда. Там сейчас светилось. А. Ну, в принципе, не важно. Нам сейчас самое главное это сделать дело, да? Мы сюда потом придем, полностью все зачистим. Я там расскажу про секретики. Здесь есть хорошие секреты, сразу говорю. Ну, во-первых, самое главное, всегда разбивайте вазы. Там всегда что-нибудь есть. Разбиваем аккуратненько. Так. Угу. Душа. Кстати, у нас много душ, нужно их активировать. Не смысл таскать всю игру с собой души. Поэтому мы лучше... Ну, найдем сначала оружие, прокачаем оружие по максимуму. Дальше нам сюда. Я помню здесь все наизусть. Так, плюется, плюется. Их лучше ломать другим оружием, потому что... Потому что, видите, пока я дойду до нужного места, у меня уже это оружие будет сломано. Хотя, у нас, кстати, сейчас будут зомби, а потом будет еще собака. Здесь можно упасть, надо быть осторожным. Зомби постоянно прыгают от судового, сверху, с моста. Эту собаку тоже надо убить. Потому что там есть фонарик. Ну, поставьте перед собой цель. Даже если здесь все фонарики, это, в принципе, не так уж и сложно. Зато вы полностью изучите всю локацию. Локация очень интересная, она, в принципе, не сложная. Здесь также есть игровой фантом. Опа. Нифига я крутой, а. Мощь, мощь. Здесь есть игровой фантом. Его тоже надо будет убить. Нам сюда вот нужно будет. Как раз залезть. Он тоже бьет неприятно. У него, видите, факел, он бьет огнем. Так. Опа. 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 И зажигаем. Потом ломаем. И ломаем. И ломаем. Видите, сейчас она плюнула, ничего страшного, да? Полоска не полностью заполнена. Но если вы поймаете сразу два поливка, то вы будете отравлены. У нас, в принципе, есть эта фигня, это хорошо, да? Надо не забывать про нее. Ну, мы все ближе и ближе к нужному нам месту. Еще один мостик. Здесь, по-моему, не будут собаки или тоже будут? Ну, а ты что ж такое-то, а? Да. Кстати, мы можем факел зажигать от этих факелов, тоже учтите. Как же ты не раздражаешь. Вариант, в принципе, прыгать, да? Постоянно уворачиваться, но что такое, не хочется. У нас даже ничего нет интересного. Ну, кроме этого чуда, да? Ну, что поделать? Хоть что-нибудь давайте будем использовать. Тем более, от бомб, в принципе... А-а-а-а! В принципе, толку не будет, больше никакого. Лови! Теперь будем уже с руки бить. Что делать? Самое главное, это не навернуться вниз. Блин, так, осторожненько. Да что ж такое? А что ж ты меня обманываешь-то? Нормально, все, порешали. Пустили на мясо. Так, все, хорошо. Все, теперь у нас не будет больше проблем. Тихо, осторожненько. В принципе, можно прямо отсюда прыгать. Вот там у нас уже будет наше чудо. Здесь есть разные плюшки. Здесь есть разные плюшки, я в курсе. А давайте так мы и сделаем. Я очень надеюсь за своими руками, что я не разобьюсь. Там будет плеваться? Да ничего страшного, там будет костер. Пускай плюется, не проблема, не проблема. Да, да, да. Заметьте, да. Если нас плюнули два раза, мы будем отравлены. Но если нас плюнули сразу же больше двух раз, ерунда, ничего страшного. Потому что мы уже отравлены, и больше отравлены мы не будем все равно. Все. Мы все ближе и ближе. Так. Что у нас дальше? Оружие починили. Стеночка. Где же это стеночка? А-а-а-а! Вот она, неприметная стеночка. Типа так и должно быть, да? Там можно фармить ядовитый мох. Это хорошо. Здравствуйте. Что вы хотели, я не понимаю. Вот, еще один плюс, да, заметьте. Вы можете, как я уже говорил, одеть шлем, да, чтобы увеличить шанс выпада вещей. Одеть на туловище, да. Также можете кольцо. И, короче говоря, вы можете фармить этих зомбиков, и из них выпадают отравленные ножи. Я уже говорил, да, что отравленными ножами можно убить очень многих. В том числе и большинство боссов можно просто зарешать чисто ножами. Все, мы все ближе и ближе. Осталось совсем немножечко. Нам осталось только спуститься вниз. Видите, я как бы эту территорию не зачищаю. Мы потом будем ее зачищать. Зачистку делать потом. Это будет потом. Спускаемся в любом месте, неважно в каком. Здесь все дороги ведут в одно место. Так. Кольцо кошки у нас есть, так что я выживу в любом раскладе. Ладно. Пока мы постоим здесь немножко, пускай они сами к нам придут. Видите, там зомби идут. Они к нам массово идут. Ну, друзья мои, где вы? Что, все не хочет? А, спускаемся. Там можно подняться, правильно? Да. Сейчас спускаемся. Сразу говорю, что внизу будет много зомби. Это неприятно. Вот первый. Второй. А мы сделаем вот таким вот образом. Сделаем очень умно, да? Чтобы не рисковать, мы залезем сюда и они сами поднимутся. Понимаете? Вот он весь профит. Не самый быстрый вариант, но самый оптимальный. Здравствуйте. Что вы хотели? О, какие люди. Если я упаду, ничего страшного. Привет. Как дела? Эээ, блин. Стоп, стоп, стоп. Я отвлекся, да. Ну, управление немного подводит. Ничего страшного, короче. Просто не нужно было подбирать, но потом подобрать. Так, я подобрал наручь, да, заключенного. Вот я про это говорю, про это сет. Ну, наручи, они бесполезные. По-моему, я наручи взял. Или нет? Ааа. Стоп. А что же я взял-то? А, набедренная повязка. Да, да, она тоже бесполезна, она ничего не дает. Потому что ее выкинули. Так, здесь лежит дубина. Я хорошо это помню. Как-то я играл тоже, искал дубинку эту. Дубина очень хорошая. Одно из лучших оружия. Если вы собираетесь в дубинку, да, вот она, самое лучшее оружие в игре из дубинок. Атака очень сильная. Там будет по 400 чем-то атака, смотрите. Ой, я потушил факел, ну ладно. Вот, это дубинка называет. Мы убираем. И кое-что сделаем. Сделаем вот так. Не хочу я снимать темноту. Ну все, в принципе, осталось совсем немножечко. И мы возьмем нашу ветку. И потом я еще вам скажу один прикольчик. Не прикольчик, а одну фигнюшку. Ну не важно. Туман, тьма. Туман, тьма. Угу. Самосвет жизни пойдет. Здравствуйте. До свидания. Возможно, я их все-таки пофармлю, может быть. Хотя, не знаю. Посмотрим. Потому что мне нужно, это, туловище нужно ихнее, чтобы увеличить шанс. Красиво, да? Помню, когда я первый раз играл, я такой бегу, такой, о, как жизнь прекрасна. У меня крутые доспехи. Прыгаю, ломаю здесь. Жизнь прекрасна. И сюда прыгаю. И что вы думаете дальше, да? А здесь, короче, жидкость, которая разъедает доспехи. Что же было дальше? Полностью весь сет у меня сломался. Все доспехи сломаны. Все кольца сломаны. Да, потом я понял, что жизнь такая уж и прекрасная. Представляете, потом это все чинить. А я тогда только начинал, я не был супербогат, как сейчас. Сейчас я миллиардер. Пу, поэтому сделаем так. Парах! Папа! О, 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 вот. Вот и все, в принципе, проблемы нет. И вот она, лежит красоточка. Ветка. Зажигаем. И поднимаем это чудо. Ароматная ветвь Блога. Ну, мы сейчас могли телепортироваться домой. Давайте мы пройдем здесь два шага, всего лишь два шага. И будет костерчик. Сразу делаем два дела. Здесь у нас босс, он тупиковый. То есть, мы убиваем босса, и все, продолжения никакого нет. Босс не самый сложный. Я говорю, по-моему, вот провидел, где парень, да, молодец, вообще, очень продвинутый. Поварешкой, которая 200 урона, я уже говорил, убивал этого босса Соло. Все. Фух. Сделали мы дело. Теперь. Что же мы делаем дальше? Мы идем в Синдавод. И в Синдавод. Я хочу, я, скорее всего, даже успею в этом выпуске показать. Наверное, посмотрим. Нет, я не успею. Нам нужно будет убивать босса в любом раскладе. Да, мы потом убьем босса, Скорпиона. Ну, ничего страшного. Так, я все абсолютно здесь уже прошел, все открыл, да? Нам сейчас нужно будет сделать так. Нужно будет зачистить территорию. Ну, нет, мы сначала пойдем тогда туда, да? Хорошо, нам нужно в эту сторону. Так, просто мы туда не пройдем, поэтому немножечко давайте подеремся. Немножечко. Опять сразу двое. Ну, что ж такое? Ладно, сделаем иначе. Пойдем тогда сразу убивать босса, правильно? Нет смысла просто так поармить. Делаем так. Во-первых, мы идем к нам домой. Нам нужно купить одно кольцо, чтобы дальше мы смогли продолжить по сюжетной линии. Все, бежим, 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 бежим за колечком. Ну, сразу проапгрейдим уровень. Так, кольцо кошки выбираем. Open the door. Киса, киса, киса. Она ничего нового не говорит. Вот это колечко. Кольцо шепота. Я уже про него говорил. Да, я про все кольца эти говорил. Сейчас она нужна нам, чтобы мы говорили со скорпионом, как это ни странно. Иначе он просто с нами не будет говорить, понимаете? Он поставит ignore. Total ignore. Total ignore. Total ignore. Хорошо, давай, давай, давай. Все хорошо. Пока я не буду использовать души в рюкзаке, мы истратим на оружие. Так, адаптация, адаптация, да? Пока займемся это бой. Займемся это бой. Нам закончить адаптацию. Осталось немножечко. Будь может, именно это и поможет нам убить босса по легкой. Скорее всего, в этом выпуске я не успею показать. Ну, это будет в самом начале следующего выпуска. И в следующем выпуске 100% я уже должен буду показать мое оружие, которое я искал. Сейчас мы начнем зачищать территорию. Будем всех убивать, нагибать. Купил я кольцо. Ну, это хорошо, да, чтобы не обновлять территорию. Почему же они агрятся вдвоем? Я вот не понимаю. Само собой, та лягушка, это был мини-босс, да? Она одноразовая. То есть, она один раз появляется в начале и все. Так. Мне не нравится, что вас пятеро. Вас восемь человек, мне это не нравится. Такой еще звук уматный у него. О, да, 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 выносливость, выносливость. Где же моя выносливость? Само собой, мы потом прокачаем выносливость. У нас еще будет колечко это. Колечко дракона синего. Который... Ни фига он прокачает делает. Зря же ты так. Ну, зря же ты так. Никогда не поворачивай спиной. Никогда. Произвольный крабс. Крабс, 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 крабс. Все. Мне нравится, как они это звучат. Прикольно так. Ну, это львы, да, это львы. У них еще сет тоже хороший. Кстати, у них сет... Что же делает ихний сет? Смягчает падение. Вот штаны и так далее. Они смягчают падение. Смысла просто вообще не иметь никакого. Если у вас тем более есть кольцо кошки. Полный бред. Хотя... А, нет. На одной локации это можно помочь. Просто немножко сэкономить хп. Хотя, я говорю, можно и без этой фигни. Но все равно. Так, тихо, подожди. Так, пилюль это ерунда. Это повышает иммунитет. А нужно убить... Нет, надо убить. Да. Надо всех убить. В любом раскладе. Если что, я или починю оружие, да? Потому что оно само собой сломается. Или просто поможем другим. Я уже говорил как. Маленький белый... Белый... Милок. И прокаст. А, у нас нету выносливости. Не будем рисковать. Сначала обухнем. Прыжок. Возвратка. Убиваем. Но сначала мы пойдем в эту сторону. Там мы еще не были с вами. Там мы встретим нашего друга. Агрим. Через эту щелку мы не можем пройти. Это вот ошибка многих, да? Я замечал. Моих знакомых. То, что когда они играют, они пытаются туда убежать. Знаете, за ними бежит этот лев. Нифига ты дерзкий! За ними бежит лев. Они пытаются в ту дырку убежать. И застревают там. Блин. Блин, еще это воняет. Моя выносливость. Нет выносливости. У нас уже, видите, адаптация. Штаны. По-моему, это юбка, да? Штаны. Уменьшает урон от падений. Я вам покажу потом одно место, где мы это будем использовать. Я думаю, никто так не делал. Никто не использовал в этом месте сразу же и штаны, и кольцо. Теперь делаем так. Тоже ошибка многих. Они сразу же забегают внутрь, ломают одну корзину, да? Ой, ну, урну, да? Которую проклятие накладывает. И думают, а почему я дальше дамажусь, да? Почему дальше у меня проклятие идет? Потому что слишком резко все делает. Делаем так. Берем лук. Берем стрелы посильнее. Железные, деревянные не пойдут. Ломаем вот это вот чудо раз. И вот это чудо два. Потому что еще внизу одна, а получается в итоге три. И 99% кто забегает сюда сразу же, они будут прокляты, да? То есть они потеряют человечность. Это вот последняя осталась, которая внизу стоит. Мы ее легко убьем. Огненная бабушка. Огненная бабушка пойдет. Теперь вбегаем сразу же, сразу же. Операция И. И убом прям стенку. Все. Оптимальный вариант. Видите, что у нас проклятия нету. Ключ-камень пойдет. И мне пойдет, и вам пойдет. Опа. Я даже кому-нибудь помогу убить босса просто так, уже сам, да? А с вами пойдем и убьем босса по сценарию. Потому что по сценарию нам положено убивать с кое-кем еще. Блин. Я что-то даже как-то не успел отреагировать. Ладно. Надо запомнить, что она здесь, да? Я потом ее убью. Давайте сейчас я запишу. Мы убьем обязательно всех. Сейчас, секунду. Еще одна ящерка осталась у меня в заброшенной этой гавани, да? Как там называется? Там тоже нужно ящерицу убить. По-моему. А первую я убил тогда сам, да? Нужно убить вторую. Опа. Стоп. Ну что ж такое? Какой криворукий-то. А-а-а. Короче, сюда нам нужно запрыгнуть в любом случае. А-а-а. Открываем сундучок. Здесь ничего опасного нету. Что у нас здесь? Пердыщ. Так. Пердыщ тьма у нас. Это, по-моему, тоже алебарда, если я не ошибаюсь. Да. Привет, братюня. Что будет, если к нему подойти? Без кольца. Ничего не будет. Он будет вас игнорить, да? А если мы сделаем так? Вот так. И вот так. Слышите звук? Я про него вам говорил. То есть мы чувствуем рядом враг. Кто же это? Ты или это? Ой, за что? За что? Не хочу я умирать. Если что, да, я реально, я уже говорил, я помогу кому-нибудь пройти босса и восстановлю себе флягу. Мне не нравится, что, видите, из-за него звук идет, поэтому надо его убить. Это тоже воин, но он покруче, видите? Он вообще авторитет. Давай же, давай, давай. Прыжок, вот видите, да? Я успеваю. То есть я не то, что успеваю даже, а он не дамажит меня, хотя... О, это проказ был, да? Прыжок. А вот сейчас не получилось, потому что я попал в щит. Как долго мы убиваем одного, а? Что ж ты закрылся-то? О, о, да, да. Смотрите, видите, он просто все время закрыт щитом. Теперь открылся. Короче, ладно, ясно все с тобой. Это будет надолго, видимо. Ох ты. Угу. Какой же ты вредный. Какой же ты вредный, так, ну, Господи Иисусе, а? Вы видите, я не могу убить его, просто не могу. Давай уже, подыхай, а? Че ж ты такая тварь? Сдохни уже, сдохни. Из него часто что-нибудь выпадает, но сейчас таким выпало. Все, дальше у нас ничего там нет, дальше на ступик. Где стоит мужик? Вот он, да, мы его видели с другой стороны. Где, кстати, еще можно получить доступ... Помните, мы были у головы, вот она голова. Если вам нужно, можно отсюда спрыгнуть, ничего страшного не будет. Но мы пришли за другим. Как раз сейчас мы с ним поговорим, и у нас уже пройдет время. И уже в следующей серии мы убьем босса. И все, и наконец-то я получу свое оружие. Так, подождите, правильно я иду или нет? Ладно, не важно, я потом посмотрю, где босс этот. Ладно. В любом случае, нам нужно будет с ним поговорить. Мы, люди, не верим? Это нет места для тебя. Вы, не боитесь? Люди говорят, что я не верю. Люди говорят, что я не верю. Люди, которые верят мне. Люди, верят мне, когда они увидят меня. Но вы... Мы once had a Master. Он создал нас. Он создал нас. Он был древним с теплым слом. Он был древний раз. Он был древним, как у нас полностью fully мертв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы к нему пришли, да, потому что он даст нам две вещи Две То есть его убивать не надо, лучше купите кольцо, поверьте 3600 там, по-моему, стоит, да? Кто-то хочет пвпшиться, я не хочу пвпшиться, спасибо Я ж полный бич Но потом, когда я соберу весь сет и буду нагибать вообще паблик Ну, мы о другом Он даст нам две вещи Теперь мы, когда пойдем драться с боссом, мы сможем его призвать Это очень важно, по сценарию важно Красиво сделали, смотрите Когда я первый раз играл, я не мог понять, что ему нужно Я подходил, он молчит, молчит, я думал, он спит Я пробовал его бить даже А потом до меня дошло просто и все, что нужно колечко Да? Видите, весь в сарапинах, бедный Ну, вот так вот Кстати, неплохое место для пвп, я согласен Все, да? В нашем следующем выпуске тогда я подумаю, как лучше сделать Надо подумать, как быстрее добраться до моего оружия Или мы пойдем убивать здесь босса Или пойдем немного другим путем Совсем спасибо за просмотр Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok